Ситуация с языками малых коренных народов в России при путинском режиме катастрофическая, в то время как в Европе даже небольшие диалекты французского и итальянского считают самостоятельными языками, развивают. Зачастую там возрождают даже языки, на которых давно уже не говорят, типа окситанского, корнуэльского. У нас продолжают вымирать многие уникальные языки, на которых говорят, при полном попустительстве правительства. И, естественно, уничтожение языка это уничтожение народа, потому что язык задает культурный код народу. Почему за языки все так бьются? Потому что без языка не будет и народа, а народ это идентификация личная, то есть твоя личная индивидуальность в этом проявляется, потому что ты принадлежишь к какому-то уникальному народу. Если ее не будет, то будет просто человек без рода, без племени, которым легко манипулировать, который, в принципе, будет пушечным мясом для любого государства, которое его отправит на очередную бойню. Рассмотрим статистику. В ЮНЕСКО издан атлас исчезающих языков мира, 2500 языков мира. ЮНЕСКО считает, что под угрозой исчезновения находится. Из них 131 язык, это язык России, то есть в России 131 язык находится под угрозой исчезновения, при том, что в России там всего около 200 языков. Большинство языков России находится под угрозой уничтожения. Даже у крупных народов, в связи с двоязычием и в связи с тем, что все образование на русском, многие народы мало говорят на родном языке. То есть в настоящий момент около 20% коряков только знают свой родной язык, 26% эвенов и 32% чокчи, и тельмены только 2% знают родной язык. Примерно те же цифры у тюркских народов в Сибири. То есть особенное тяжелое положение в Сибири. Сибирь, конечно, путинское правительство во всех отношениях изнасиловало, качает там из нее нефть и все на свете ресурсы. Местное население и славянские старожилы. Язык славянских старожилов вообще не признается и преследуется даже в интернете тут. А языки народов, которые там давно жили, тем более они там не нужны, мешают только качать ресурсы, и они тоже уничтожаются. Но все это идет, естественно, под демагогию сохранения малых народов. Какие конкретно меры предпринимает имперское правительство для уничтожения языков и народов? Во-первых, у них в последнее время пошла тенденция об искусственном объединении нескольких родственных языков в один. Допустим, они пытались из Эрзия и Мокша сделать единый мордовский язык. Из языков российских Саамов пытаются единый Саамский язык. У Карел тоже примерно 4 языка, из них все пытаются сделать карельский язык единый. То есть тем самым им проще просто решать проблему с образованием, с печатанием книг и так далее на одном каком-то стандарте. А этот стандарт носители разновидностей этого языка, они его даже плохо понимают. И поэтому им эти книги вообще без надобности, как говорится. Потому что они их не понимают, не их на самом деле язык. Второе, что они делают, они игнорируют существование самостоятельных языков. Это, допустим, поморский язык, донской язык, сибирский язык, но не только славянских. Тувинские некоторые языки тоже игнорируют и так далее. Татарский, сибирско-татарский игнорируются и пытаются его всячески объединить с татарским, казанским, которым они далеко на самом деле стоят друг от друга. Министерство образования и науки, учительские кадры для изучения национальных языков готовят очень плохо. Они имеют специальные программы, которые обычно в европейских странах имеются для подготовки. Разрушается языковая среда, потому что те, кто ведет традиционную хозяйственную деятельность, они перестают ее вести. Сибирь, как известно, сейчас Китай продана и там уничтожается лес. То есть жить негде традиционным народам. И с этим они идут в город, где растворяются в русскоязычном населении. Информационных ресурсов на данных языках мало. Это тоже не поддерживается. То есть в сети интернет, радио, телевидение, издание, литература не ведется. Статусы региональных и прочих языков обычно не выдаются малым языкам. Имеется сложный порядок согласования учебных пособий. То есть пока этот даже учебник, если даже там удыгейцы вот учебник составили, они его долго утверждают. В результате они там в удыгейских школах обучаются на распечатках, на ксерокопиях, потому что им учебников не утверждают. Создают различные искусственные препятствия для изучения родных языков. Уклоняется Государственная Дума от артификации Европейской хартии региональных языков, которая предусматривает как раз систему мер по защите малых языков. Она еще в 2001 году, эта хартия подписана, но до сих пор у нас в стране не русифицирована. Местный компонент школьного образования, в котором как раз у нас вроде как планируется изучение национальных языков, он переводится на местное финансирование, то есть сокращается финансирование, учителям мало платят, и они, соответственно, мало там преподают и пытаются перейти на русский, на те языки, на которые платят нормально. Национальный и региональный компонент в общих школах составляет 10-15%, и в эти 10-15% надо включить еще как-то национальный язык. Языки, не имеющие статус региональных, сплошь и рядом тоже не включаются в образование, то есть не преподаются, с 2002 по 2013 год сократилось с 27 до 21 количество языков, на которых в школах вообще велось преподавание каких-либо предметов России. В начале 30-х годов вообще обучение полностью велось на 48 языках коренных народов, в настоящее время средняя школа только на 12 языках полностью можно кончить из народов России, при том, что в России около 200 языков. Как уже наградно тут говорил, для полноценного развития язык должен развиваться в разных сферах, то есть если на нем говорят только в семье, он вымирает, потому что они в семье начинают использовать тот язык, который чаще применяется в бытовой, в учебной, в деловой, в научной, в производственной сфере. Они даже, он начинает влиять на то, о чем они в семье говорят, и постепенно умирает даже и в семье язык. То есть должна быть создана инфраструктура, которая язык поддерживает. Для этого должны обязательно издаваться на нем научная литература, художественная литература, должно вестись радиовещание, телевещание. Должны обязательно в тех зонах, где люди живут, быть названия магазинов, вывески, ценники должны быть на этом языке. Если язык постоянный перед глазами у них не будет, они просто забудут основное население. В 2018 году ввели поправки о добровольности изучения национального языка. Дело в том, что образование у нас все равно обязательное, и дети не могут решать сами, что им изучать. То есть вот эта добровольность, и Конвенция права хребенка предусматривает обязательность начального образования. Добровольность означает, что учить национальные языки не будут, и по этому поводу было масса протестов в национальных республиках. Это фактически под лозунгом этой добровольности они исключают национальные языки из начального образования. То есть по каким причинам у нас все образование обязательное, и только национальные языки у нас добровольные, вообще непонятно. Это явная дискриминация именно национальных языков, и это проявление линии Кремля на уничтожение национальных языков. Это имеется в виду даже не такие маленькие народы, как Чукчи, а это имеется в виду прям такие народы, как Татары, которые у нас один из крупнейших народов в России. То есть серьезная эта проблема и вызывает протесты в республиках. Ну зачем все это надо? Естественно, это все надо Москве для того, чтобы беспрепятственно эксплуатировать регионы. Если в регионе есть свой народ, они помнят свой язык, они будут сопротивляться вместе. Как мы видим, хорошая сейчас активность у якут, бурят, которые свой язык не забыли, они хоть какое-то сопротивление этой всей путинской махине оказывают в Калмыкии. Как раз я 26-го этот клип снимаю, 27-го будут протесты в Калмыкии. Республики превращаются просто в какие-то ресурсы для Москвы, например, в Мордовии, какой-то ресурс, куда всех уголовников впихают. В Якутии это ресурсы, с которыми выкачают алмазы, традиционные районы Ханты-Мансы, где жили, а теперь это у нас ресурсы для выкачки нефти. Местное население не нужно, язык его не нужен, пусть сами там разбираются, как хотят. А как хотят с языком не будет, потому что язык надо финансировать. То есть вот они всеми этими лозунгами опять про добровольность прикрываются. Это демагогия путинского режима, потому что язык это добровольно не бывает. Это именно нужно вложить деньги, нужно, чтобы он постоянно звучал и в школе, и на улице, финансировать, допустим, там артистов, чтобы они песни на нем пели и так далее. То есть вот, а без этого, если вместо этого финансируется русский, это и есть дискриминация. Просто вот эта вот демагогия, что сами не хотите учить это и валите нафиг, она абсолютно не работает. Это и есть уничтожение народов под вот этими вот лозунгами добровольности. Как Александр Болькин отмечает, это лидер народа Эрза, и Владимир Путин, и российская власть в целом рассматривают национальные республики к ошибку Ленина и как мину, заложенную под российское государство. Поэтому Москва стремится к подавлению национальных и региональных идентичностей. В связи с этим языки утрачивают статус государственных систем и образований, они не обязательны к изучению. И любые признаки жизни, которые народы подают, они рассматриваются Москвой и ее чиновниками на местах как опасность для государства. Хотя это нормально, что существует, если у нас уже провозглашено многонациональное государство, то нормально, что у нас есть разные народы, разные диалекты, и нормально, что их носители проявляют активность по их сохранению и по сохранению своего народа. Это право, которое провозглашено в Декларации прав человека, провозглашено различными конвенциями, которые Россия подписала. Также представитель татарского народа Нафис Кашапов отмечал, что татарский язык вообще исчезает из информационного пространства и сферы науки и образования Татарстана. Единственными носителями языка фактически являются крестьяне и небольшие, немногочисленные интеллигенты, которые просто любят родной язык и пытают его поддерживать. Это примеры, как вот сами представители этих народов протестуют против того, что происходит. Ну и в общем, поскольку это комплексно, то есть политика по уничтожению народов и языков это часть вообще политики по угнетению Российской Федерации в целом, которую путинский режим проводит. Поскольку это комплексно, они от нее не окажутся, пока этот режим будет. Поэтому нужно что-то делать с этим режимом, если мы хотим сохранить народы, языки. Единичная деятельность каких-то интеллигентов, она героическая. Люди идут против общего напора государства, люди рискуют своей жизнью, репутацией, карьерой. Она не спасет, пока эта махина государственная будет направлена против народов, против языков и против людей. Продолжение следует...